Доброе утро, ребята! Приветствую вас на заключительных торгах этой недели. Посмотрим сегодня, где завершат пятидневку рисковые инструменты против американской валюты. Вы прекрасно видели, что неделька выдалась очень интересной. Традиционно начнем с анализа российского рынка. Посмотрим на поведение рубля и нефтяного актива. Рубль у нас основа против американского конкурента выше 50. Если снова вернуться к фундаментальной картине и дать объяснение происходящего, то, конечно же, стоит обратить внимание на котировки нефти. Вчерашняя торговая сессия по Brent закрылась в отрицательной зоне. Нефть немножко потерялась. С чем это связано? Я думаю, с тем, что рынок постепенно возвращается к той серьезной, основополагающей, фундаментальной идее, предполагающей переизбыток предложения на рынке энергоресурсов. Мы анализируем с вами много регионов, которые в целом указывают на единство нефтяного картеля ОПЕК. И уже давно пришли к выводу о том, что нефти очень много. При этом мы сравниваем эту ситуацию с общим состоянием мировой экономики, соответственно, со спросом. И также приходим к еще одному выводу, что сейчас общая фундаментальная картина, как раз по причине избыточного предложения энергоресурсов и недостаточного спроса, остается самым важным фундаментальным фактором, указывающим на позиционный медвежий трейдинг по нефтеновому активу. Мы прекрасно знаем, что приближается заседание ОПЕК, уже ясно, что нефтяной картель будет отстаивать свою позицию, долю на рынке. Тем более, сейчас эта тема актуальна, тогда, когда бренд находится недалеко от уровня 70. Соответственно, если есть риски увеличения предложения со стороны основных конкурентов, значит, ОПЕК задействует всю свою власть над ценами для того, чтобы сообщить рынку, что прежние объемы выработки сохраняются, скорее всего, даже увеличатся. По факту мы видим, что это уже давно произошло. И, соответственно, если это произойдет, ближайшее заседание ОПЕК, может быть, вернет на рынки тех агрессивных медведей, которые прекрасно понимают, что сейчас перспективы для бренда находятся в плане ценовых ожиданий и уровней ниже 65. Как раз сначала к этой отметке давайте будем стремиться и мы, но забегая наперед, скажем, что с учетом как раз баланса спроса и предложения, более определяющим ценовым рубежом выступают даже значения около 60. Поскольку не вчера чуть просела, это оказало соответствующую поддержку американцу против российской валюты, но есть еще одно фундаментальное событие уже национального происхождения со стороны национального макроэкономического фона и Центрального банка. Вчера, как стало известно, Центральный банк, российский мегарегулятор сообщил о том, что будут со вчерашнего дня, уже, в принципе, первые покупки прошли, покупать валюту на внутреннем рынке. Примерно 100-200 миллионов, может быть, сумма будет побольше. Официальная причина и, скажем, тот фактор, который объясняет подобные действия, это пополнение золото-валютных резервов России. На текущем моменте какой объем ЗВР в России? Примерно. 380, да. Значит, помните, что 2014 год оказался для российских запасников очень разгрузочным, поскольку на поддержание стабильности финансовой системы и на сдерживание девальвации рубля Центральный банк через интервенции вбухивал колоссальные средства и потерял, скажем, больше 100 миллиардов. Это по официальным подсчетам. Может быть, даже вследствие этих интервенций на поддержку курса было затрачено больше средств и больше ликвидности. Сейчас, правильно, согласен с вашей оценкой, около 380 миллиардов их собираются выполнять, но если мы конвертнем эти запасники в российскую валюту, то получается здесь не все так плохо, поскольку российский эквивалент находится даже выше, чем по уровню на 2014 год. Также вы прекрасно знаете, что, я думаю, догадываетесь, что одной из ключевых причин, вследствие которых сейчас Центральный банк взялся за активный спрос именно на валютную ликвидность, является попытка сдержать давление со стороны рубля и укрепление российской валюты. Эта инициатива последовала сразу после того, как курс опустился ниже 50 против американского конкурента, и тот факт, что сейчас Центральный банк будет проявлять такой интерес к иностранной валюте, может как отразиться на динамике рубля? Ослабить или укрепить? Конечно же, ослабить. Вчера мы видели уже первые результаты подобных действий. Если эта тенденция в плане покупки валюты сохранится, а она сохранится, я думаю, по крайней мере, до тех пор, пока рубль угрожает стабильности бюджетной конструкции и влияет на достаточность российского бюджета, значит, можно, как мы и предполагали, ожидать соответствующего легкого давления сейчас на российскую валюту, что будет предполагать, способствовать тому, что курс будет держаться выше фундаментально обоснованного уровня, находящегося сейчас повыше отметки 50. Наша цель, ребят, с вами остается неизменна. Мы делаем ставку на традиционно-позиционный трейдинг, и учитывая все-таки актуальные экономические риски, осознание того, что Центральный банк также держит руку на пульсе, в случае чего готов, скажем, прибегнуть к дополнительным инструментам, знаем, что сейчас нефть также имеет большие предпосылки и основания для коррекции, поэтому в целом у нас получается такой симбиоз факторов, указывающих на то, что рубль против американского конкурента может двинуться в район 55. Пока не достигнем этой отметки, цели менять не будем. Рубль, нефть, ясно? Погнали дальше. Европейская валюта, вчерашняя торговая сессия, да и, в принципе, последние несколько дней, видите то, что евро явно пользуется спросом. Очень детально мы вчера поговорили про основополагающий фактор такого роста в виде доходности немецких долговых бумаг, десятилеток. Если посмотреть на вчерашнюю торговую сессию и также попытаться объяснить динамику евро, подкрепляя как раз немецким долговым рынком, фактор отыграл себя снова, поскольку мы видели, как десятилетки подрастали в доходности, достигли уровня даже локального максимума 0,78. При этом пара у нас также добралась в этот момент до локального максимума где-то 1,1428-1,1430. Если кто-то сомневается, что сейчас есть вот эта корреляционная связь между динамикой немецких бумаг и, соответственно, ценовыми позициями евро, я хочу также, мне кажется, сообщить вам о убедительном подтверждении того, что эта корреляция есть. Как только доходности немецких бумаг достигли уровня 0,78, они скорректировались примерно на 0,08 пункта до 0,70. И сразу, как только немецкие долговые бумаги показали эту коррекционную динамику, евро также отправился вслед за, скажем, этим понижательным трендом и на фоне этого снижения провалился до уровня 1,1380. Поэтому связь, ребят, есть сейчас. То, что происходит на немецком долговом рынке, выступает ключевым фактором поддержки европейской валюты. И многие инвестиционные банки, конечно же, ранее не ожидая такого, по сути, беспрецедентного явления и поведения немецких бумаг, уже вынуждены корректировать свои планы по перспективам европейского актива. В частности, Барклайс, который раньше обозначал исключительно медвежье настроение по евро, даже не корректировал их тогда, когда, скажем, евро-доллар поднялся выше 1,10, сейчас обозначает, что до тех пор, пока вот этот повышательный тренд доходности немецких бумаг не будет изменен, можно делать ставку на то, что пара евро-доллар сможет прокатиться на вот этом легком восходящем импульсе и поддержке со стороны немецких бумаг до уровня 1,1530. Поэтому это как идея краткосрочная, но в то же время Барклайс обозначает, что это краткосрочная идея, поскольку уровень 1,1530, 1,1550, если он, конечно же, будет достигнут, наверное, все-таки это предел для главного валютного риска, учитывая другие фундаментальные факторы, указывающие на то, что есть риски, способные в любой момент очень неплохо разгрузить этот актив. И если все-таки пара доберется до этого значения, Барклайс рекомендует начинать агрессивные шорты, а с возможностью возвращения ниже уровня 1,10. Что касается европейского фона, еще хочу отметить вам комментарии Драги и дополнительное сообщение в средствах массовой информации по поводу Греции. Это уже два негативных фактора. Вчера состоялась конференция руководителей ЦБ Марио Драги. Разумеется, речь шла о текущей монетарной политике, о монетарном курсе. В целом, что нужно усвоить из-за заявлений Драги? То, что программа количественного смягчения была необходима для европейского рынка, поскольку вы знаете, что Европа испытывает явные экономические проблемы. И одной из самых серьезных проблем и угроз являются дефляционные риски, очень низкая инфляция. И программа количественного смягчения, которая сейчас определяет сроки действия до, по крайней мере, середины 2016 года и объемом ежемесячного выкупа 60 миллиардов евро, сохранится до тех пор, пока экономика не начнет дисконтировать положительный эффект от вот этих агрессивных мер экономического стимулирования. Также Драги отметил, что текущая политика при необходимости может приобрести даже более мягкий подтекст. И если будет нужно, опять же, если не удастся разогнать уровень инфляции к, соответственно, 2016 году, может быть, будет принято решение о том, что программа количественного смягчения затянется в рамках валютного блока. Значит, разумеется, если мы говорим о программе количественного смягчения, если вообще такую риторику и комментарии использует руководство монетарное Европы, и если мы получаем даже намек на то, что экономические стимулы могут затянуться, значит, для евро, в принципе, это негативный фактор. Если посмотреть на динамику и реакцию евро по факту на конференции Драги, там было все логично, евро просел также с уровня 1.14, потерял примерно 30-40 пунктов, правда, потом снова началось восходящее движение. По мере того, как выступал Драги, поступил на рынок еще один негативный фон уже греческого происхождения. Вы знаете, что Греция испытывает серьезные проблемы с ликвидностью, естественно, это знают и они. И вчера они сообщили о том, что будут стараться добиться того, чтобы сроки исполнения ближайших долговых обязательств были пересмотрены, потому что на последний транш 770 миллионов евро, который они перечислили на счет Международного валютного фонда, они практически израсходовали все свои запасники экстренного фондирования и экстренной поддержки. Сейчас у них денег уже нету, поэтому сам факт того, что дата исполнения обязательств перед ЕЦБ и МВФ у нас приближается, проблемы с ликвидностью создают еще больше оснований для того, чтобы скорее бы проводили референдум, и мы уже окончательно решили за, скажем, свое отношение к членству в валютном блоке. Очень важная тема. Странно, что евро не дисконтирует это в собственной стоимости, но опять же, если мы с вами обозначили такое беспрецедентное поведение немецких многолеток, это действительно сейчас выступает неплохим фактором поддержки, почему я уже вам объяснял очень детально вчера, думаю, что эта тема пока определяющая. И как только евро лишится поддержки, соответственно, со стороны немецких бумаг, значит трейдерам просто придется вернуться к уже политической картине, к рискам Греции и начать определять перспективы главного валютного актива, уже исходя из политической картины. Цели от Barclays я вам обозначил. На самом деле интересная идея. Помните, что еще JP Morgan нам неделю назад рекомендовали сделать ставку на то, что евро может вплотную подобраться к уровню, может даже протестировать значение 1.15. Но это краткосрочные сделки. Вы не забывайте, что все-таки позиционный трейдинг, он основан на более глубоких фундаментальных факторах. И тут уже, как ни крути, все-таки больше оснований для того, чтобы евро в долгосрочной перспективе оказался гораздо слабее, чем те ценовые значения, на которых он находится сейчас. Поэтому в целом, я думаю, по евро более-менее все понятно тоже. Давайте перейдем к доллару японской иене. Здесь хочу обратить ваше внимание, помимо того, что сейчас пара торгуется на какой отметке, кстати, примерно 1.19.50. Рядом с этим значением. На этой неделе мы увидели еще несколько слабых макроэкономических данных. Вот очень разочаровывающий отчет. И этот рынок показал, что по факту роста рисковых инструментов выступили розничные продажи. Действительно оказались хуже некуда. Даже никакого намека на прирост, поскольку по факту мы увидели 0% против прошлого значения 1.1. Соответственно, еще один слабый макроэкономический релиз снова поднимает вопросы касательно готовности американского мегарегулятора к повышению процентных ставок. Поэтому трейдеры по-прежнему делятся на тех, кто продолжает верить в доллар и тех, кто не верит в американскую валюту и, соответственно, постоянно переносит сроки повышения процентной ставки. Сначала на сентябрь, потом уже декабрь. Если посмотрим сейчас на фьючерсы по возможной коррекции ставки, то больше сейчас трейдеров и инвесторов склоняются к тому, что в лучшем случае повышение ставки можно будет увидеть только в конце 2015 года. Теперь хочу на фоне этого предложить вам, скажем, такую легкую выдержку из очень интересной статьи, которую я вчера прочитал со стороны немецкого банка, Deutsche Bank. Они обозначили эту статью, скажем, названием того, что не слишком ли пессимистично трейдеры относятся к перспективам по повышению процентной ставки в рамках американского регулятора. Предложили очень много таких основополагающих фундаментальных тезисов, и я вкратце сейчас вам о них расскажу. Прежде всего, вы знаете, что ФРС нам уже давно дал понять, что ключевыми основаниями для повышения процентной ставки должно выступать соответствующий прогресс на рынке труда, вы это помните, потом соответствующий рост индекса потребительских цен и рост заработных плат. Deutsche Bank разложил все эти факторы по полочкам и констатировал следующее, что если американская экономика в плане динамики и улучшения ситуации на рынке труда демонстрирует прирост новых рабочих мест, 150 тысяч, этого уже достаточно для того, чтобы уровень безработицы к концу этого года опустился ниже 5%. Это как раз та самая цель, которую и поставил ФРС. Что касается инфляции, на которую сейчас ссылаются очень многие, инфляция низкая, значит, вообще не стоит ожидать ужесточения процентной ставки, ужесточения монетарной политики. Deutsche Bank рассмотрел уровень инфляционного давления без, скажем, влияния энергетического рынка. Вы знаете, что цены на нефть, разумеется, повышают издержки предприятий, производства. Издержки производства приводят к тому, что цены на конечную продукцию растут. Если цены растут, значит, растет и индекс потребительских цен. Поскольку цены на нефть снижаются, соответственно, издержки производства предприятий также снижаются, значит, цены на продукты снижаются, и снижается что? Индекс потребительских цен. Поэтому, если из этого, скажем, фона, из количества факторов, указывающих на индекс потребительских цен, убрать энергетический рынок, что сделали Deutsche Bank, получается, что картина складывается в пользу того, что зарождается легкая тенденция повышения индекса потребительских цен. И, на мой взгляд, это действительно точка зрения, которой нужно руководствоваться. Если в Америке будет создан, судя по всему, он уже создан, легкий тренд повышения индекса потребительских цен, значит, в перспективе может быть года, полутора, ну, максимум двух, это уже самый такой сценарий, оттянутый, целевой показатель по инфляции в 2% сможет быть достигнут. Но это не значит то, что ФРС может повышать процентные ставки только после того, как этот уровень будет достигнут. Нет, ФРС повысит ставки, как только поймет, что тенденция увеличения инфляции есть. И, судя по тому, что я сказал, можно делать, скажем, выводы о том, что эта тенденция может появиться. Поэтому инфляция, рынок труда, у нас более-менее с этим все понятно. Что касается другого фактора, это, скажем, сами ожидания со стороны трейдеров по повышению процентной ставки. Сейчас все склоняются в пользу того, что наверняка, если, скажем, вы общаетесь с клиентами, уверен, кто-то говорит, что сейчас напротив нету, точнее, созданы все основания для того, чтобы продолжать мягкую политику, можно сказать и отметить следующее, что повышение процентной ставки это не обязательно приведет к каким-то страшным и негативным последствиям для американского рынка. Даже если процентная ставка будет поднята, вы не забывайте о том, что у мегарегулятора, у Центрального банка есть еще бешеное, бессмертное количество других инструментов и критериев по стимулированию экономики, которые в случае чего они смогут задействовать. Поэтому подняв процентную ставку и на определенном этапе поняв, что она создает риски, это не значит то, что ФРС оставит все на самотек и, скажем, будет смотреть на ухудшение, скажем, тенденции в плане экономического восстановления. Нет, он прибегнет к другим экономическим стимулям. И четвертый фактор, которого нужно придерживаться и чем нужно руководствоваться. Даже если мы сейчас продолжаем спекулировать на фактические сроки повышения процентной ставки, не нужно забывать о том, что, как ни крути, при любом раскладе американский Центральный банк среди всех развитых экономик первым выйдет, скажем, на вот эту финишную прямую по повышению ставок. А, соответственно, даже один этот контраст с другими национальными мегарегуляторами, с другими валютами указывает на то, что доллар, как ни крути, будет оставаться одним из самых спросовых активов, тем более, что это еще и традиционная защитная гавань. И к тому же постепенное ужесточение монетарной политики представляет собой запущенный однажды процесс, который уже неотвратим, необратим. И этот процесс состоял сначала из выхода с программы количественного смягчения. Вы это знаете, что ФРС завершил программу количественного смягчения. Она продолжалась с 2008 года по прошлый год. И за это время в экономику было вбухано около 5 триллионов долларов. И следующий шаг как раз в повышении процентной ставки. 50% пути уже пройдено, поэтому ставка будет повышена, когда, может быть, даже и в ходе ближайших заседаний. Это решение должно быть сюрпризным. Но даже если этого не произойдет в июне, в сентябре, как только, скажем, эти заседания будут наступать, они будут характеризоваться самой, скажем, значительной живостью в плане комментариев и суждений со стороны ФРС. И, разумеется, это будет находить такое же динамичное отражение на динамике американца. Ужесточение произойдет рано или поздно, но к этому нужно готовиться. И нужно готовиться к тому, что это решение должно оказаться сюрпризным. Тем более, что американский фондовый рынок уже представляет собой пузырь, который за последние полтора года сколько раз обновлял исторический максимум? Я думаю, что, если вы скажете, не ошибетесь. 17. 17. 18. Больше 50, ребят. Его нужно схлопывать. И самый лучший вариант не тянуть с этим, ужесточить монетарную политику. Тогда увидим коррекцию. В общем, как-то так. Вопросы есть? Тогда большое спасибо за внимание. Хороших выходных. Ждем вопросов на нашем официальном канале Амаркетс. Оставляйте их под видео окном. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует.